В небосем свет неприступный, исправи стопы нашей гелою заповедей твоих, молитвами причистой своей Матери и всех святых твоих. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, Ухывание наше, слава Тебе. Слава Тебе, Христе Боже, Ухывание наше, слава Тебе. Слава Тебе, Христе Боже, Ухывание наше, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Неясные слова я постараюсь объяснить примером. Двенадцать учеников были спутниками Господа. Даже название церкви тогда еще не приходило никому на ум, потому что синагога еще находилась в святучем состоянии. «Когда почти вся вселенная предана была нечестью, что сказал и предвозвестил Господь? На семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Евангелие Матфея, 16 глава. «Рассматривай, как хочешь это изречение, и увидишь истинность его в полном блеске». Не то одно удивительное, что Он во всей вселенной устроил свою церковь, но и то, что сделал ее непреодолимую, и непреодолимую тогда, как она испытывает столько враждебных нападений. Слова «врата ада не одолеют ее», означают опасности, низводящие его ад. Видишь ли истину предсказания? Краткое изречение создам церковь мою, но не пробегай его без внимания, а вникни в него умом, и представь, сколь великое дело наполнить всю землю под солнцем церквами. Обратить столько племен, убедить народы, уничтожить отеческие обычаи и сторнуть укорнившуюся привычку, свергнуть владычество, сладострастие и силу нечестия, как прах. Жертвенники капища идолов и их службы, бесчинное празднество и нечистое жертвоприношение развеять, как дым, и воздвигнуть алтари истинному Богу повсюду, в стране Римской, в Персии, в Скифии, в Мавритании, в Индии. Что я говорю? Даже за пределами нашей Вселенной, ибо и британские острова, лежащие за пределами моря, на самом океане, ощутились силой изречения Господня, и там возникнуты церкви и алтари. Это изречение, сказанное тогда Господом, теперь насаждено во всех душах и находится во всех устах. Вся, так сказать, земля наполнена тернием, очистилась, сделала чистые унивы и приняла семена благочестия. Аминь. То есть, день этот, Троица, это день рождения церкви. Храни всех Господь.